Встреча экспертно-анатетического клуба сегодня, 18 марта. Гражданское общество Беларуси. Взлет или падение? Наш сегодняшний спикер – это Владимир Лапкович, правозащитный центр «Весна». Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Это Станислава Терентьева, YMCA Витебск, солидерка гражданской инициативы «Задвижка». Здравствуйте, Станислава. Добрый день. Дарья Рублевская, экс-член Рады за одиночку белорусских студентов. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер. Мой самодератор Вадим Можейко. Напоминаю о технических моментах экспертно-анатического клуба. Напоминаю, что у нас идет синхронный перевод, поэтому, если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, включите в настройках Zoom дорожку английскую. Также напоминаю, что у нас действует правило Chatham House Rule, как и всегда, но применяется оно по предварительному уведомлению. Соответственно, если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть на видео, которое мы записываем, как всегда, то, пожалуйста, сообщите нам до того, как вы скажете такую фразу. Мы поставим нашу запись на паузу, а все остальные участники дискуссии будут знать, что цитировать эту фразу с вашим именем не стоит. Да, к нам еще должен присоединиться Андрей Стрижак, соучредитель фонда солидарности BYSOL и инициативы помощи медикам BYCOVID-19, но его пока что он задерживается. А я передаю слово моему самодератору Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Действительно, к этой дискуссии, к этой теме нас наплотнули те, я бы сказал, очень противоречивые, очень сложные и очень интересные события, через которые Белорусское гражданское общество проходило в течение прошлого года и, в общем, проходит сейчас, потому что здесь было очень много, я бы сказал, таких разнонаправленных векторов. Было огромное количество событий, которые можно назвать невероятными успехами, которых мы даже близко не видели раньше, такие как десятки тысяч волонтеров, такие как поддержка со стороны бизнеса, краудфандинг, и это все прекрасно. И в то же время было много событий, которые можно назвать, безусловно, ужасными. Это и непрекращающееся давление на людей, многим активистам пришлось уехать со стороны, какие-то инициативы были, если не разгромлены, то, как минимум, в их деятельности был нанесен серьезный ущерб, и здесь нельзя не называть, собственно, наших коллег из пресс-клуба, потому что остались и без помещения в Минске, и самое главное – это те люди, которые до сих пор находятся в заключении, и здесь я не могу еще раз не выразить свою солидарность со всеми коллегами из пресс-клуба и сказать, что мы, безусловно, надеемся на их скорейшее освобождение, надеемся и требуем этого. И вот эти все события, они, конечно, ставят в очень сложное положение всех тех, кто хотел бы как-то оценить прошлый год, потому что можно найти много поводов и для того, чтобы называть его самым лучшим, и много поводов для того, чтобы называть его самым худшим. Ну, наверное, для того, чтобы просто не только констатировать вот эти крайности, но и попытаться на конкретных вещах разобраться, что же действительно в прошлом году было важным и что в прошлом году определит существование гражданского общества Белоруссии и в году нынешнем, и в целом в будущем. И поэтому, наверное, для начала нашего разговора я хотел бы попросить всех наших основных спикеров поговорить вот как раз об этих успехах и неуспехах, о потерях прошлого года, что, вам кажется, будет определять будущее нашего гражданского общества и что лично для вас в большей степени запомнилось. Я тогда предлагаю пока идти в том порядке, в каком у нас сфиксированы, поэтому, поскольку Андрей Стрижак запаздывает, то начнем с Владимира Лобковича. С точки зрения правозащитников, я думаю, тоже год был богат, я знаю, и на достижения, и на давление. И, в общем, весна точно также находится сейчас под уголовным делом. Какие основные выводы о потерях и достижениях прошлого года? Да, дякую великую за макшимость. Выказаться, саправдую, зараз тареши некольких моих сябров находятся на допусе у следующем комитете по так званой справе весны, и она не спиняется, иди полным ходом. И тому, скажем, саправдую, зараз правооборонная деятельность и правооборонность внутри весны у нас находится в такой великой небезпеке в рызаке. То, что уже датычная тема нашей разновы, я поспробую так агульно поговорить про то, что мы назирали в минулом годе. И я госаправдую, перего поделить на две речи, потому что он нек так вельми дакладна. Есть две межи у гэтам годе. В 2021-м это кавид, в другом это фашизм, який пошелся сажнивня 2020 года. Это, скажем, две таких основные кропки, які в принципе вельми важны для всего белорусского громадства и в той же момент и для громадянской спольности безумовно так сама. В першу чергу я вельми так тезисно скажу, потому что, спадаються, то, что Андрей Стряжак в премию дел в нашей разнове и больше на этом спынется, больше дакладна, это, конечно, кампания Байковид и вогули все кампании, все громадянские инициативы, которые отгукнулись на пандемию. И в той момент, когда улады и урад, в принципе, фактически сама устранился от любого допомоги громадству и вогули перешел в фазу такого клинического придуривания с тем, як треба лечиться то тракторами, то гарылкой, мяновіта громадства, а чуча то, что оно досталось с сам насам с гэтой проблемой, безумовно значило в себе силы отказать на гэта. И, мяновіта, отказ громадства на гэтае падее, в принципе, можа быць, позбавил нас такой великой катастрофы и еще больших стратов от пандемии. Ну и, конечно, он стал тын трыгером, який спрацывал и у такой профессийной социальной группы, як врачи, у падеях у жажнивня, починающихся жажнивня 2020 года. Конечно, наступным таким тезисным моментом, про який треба казаць, гэта безумовна краудфандинг, гэта волонтэз. Напрыклад, все ведаю, то, что правобарожность интервесна, это, дарыч, так само один из прадметов пытанью, який нам следство задае, что правобарожность интервесна разом с нашими коллегами из Беларусского хелинского комитета мы займаемся назиранным за выборами. В тем лику мы рабили великую кампанию незалежного назирания на президентских выборах. Коли мы прогнозавали гэтую кампанию и ем, скажем, плановали, то мы заходили с того, что на парламентских выборах 2019 года у нас был нечувалый усплеск волонтэров, до нас пришло больше 200 человек, и гэта супер. Ну, значит, на президентские выборы гэта лето людей пройдет, можа, крюху больше, но не больше, чем 300 человек, потому что, ну, кому молодзи хочется займаться занудным назиранием ў жнивний месяц? И для нас гэта был велизнечый выклик таго, што, калим личба волонтэра, уже даючих назирать в нашей кампании, перасягнула 1500, мы поняли, што мы не справляемся, организации не справились. Мы провели навычание, и навад в тых жахливых умовах, калі назиральніков выкидывали з участков, арештовывали, калі фактична назирання была заборонена Центральной выборчай коміссій, мы все ж таки здоліли выкрыстаць усе весь гэта потенциал тих молодых людей, які пришли в назиранні. Трэба адзначу, што наша кампания была не адзіна, то, што партыйные, политычные штабы так само робили своё назирання, і кампания, якая патримливала политычный штаб Светлана Тихановска, честные люди, она так само мела там великую колькість волонтэров, великую колькість назиральніков, хіба што на вас большую, чем наша кампания, і таму, канешна, волонтэрский потенциал был надзвыщий великий, і ён так само адгукнулся в тих падзеях, які пашліся пашля дзвятава ждівня, калі мы здоліли взрабіць, разміркаваць каманду волонтэров па судах, па спецприёмнік, аказанні дапамоги, ах вярам катаванняў, збор інформацій пра факты катавання, аказанні юридычны дапамоги, тым людзям, які 10-11-го жніўне выходзілен, выходзілен за крэстіна, і было вельмі важна па харочых следах збіраць гэту інформацію пра саправдны факты тэх з дзеку, і тава катавання, яка імела місцца, да і мае місцца і зараз, і в кіперіець. І гэта, канешна, патам волонтэрскія каманды па на пасладанні списав затрыманной пасля кожны з акцеў, і адсочвання в судах, і гэта, канешна, вельмі важна і вельмі паказальна для 2020-го года. Мы і ранее бачылі, калі паса такіх бяніких репрэсіон, пакай 10-го года, на нас прыходзі лі волонтэры, ну, канешна, это не паравнаць з тым, што було ў 2020-м годзі. Таксамы вельмі важным зявляецца тым, што, як, што грамадцам паказала сваю здольнаць адказаць на падзеї 2020-го года. Патрымкай правоборончык організацію, мы ўчастамы в самых гарачах тыдняў, жніўне місяцца. У нас нават, нам прыходзі лас нават крывзіць людзей, які ўвесь час, які кавярні рестораццы, які нам прапанували, гарачу ёж для нашых волонтэров, і мы ўже адмавляцца, таму што столькі ёжі нам было не патрэбна, бізнес, які нам прапанувал, электронныя прылады, кампутары, карты паміці, фотоаппараты для фіксавання факта ўкатаваню, і гэта всё, канешна, дзельмі узрушыла. Наступный момант такі унікальністі 2020-го года, і таксама пазітывны, гэта, канешна, дваравыя супольнаці, гэта дваравыя чайпіція, і ты аб'яднанні гэтых районных ком'юніті, гэта таксама дзельмі важны, і вельмі такі яркі момант, і калі мы паглядзім, гэта не толькі паліты, там була не толькі палітычныя парадагня, там була вельмі шматай асветніцькава, і правоабарончава, я ведаю, то, што мае калегі правоабаронцы ездзіле па районах і чыталі лекцы базовыя, і то, што ў людзей з'явілася цікава, і зда гэда грамадской думкі і грамадского актывізма, гэта вельмі важна. Зараз вельмі тэзісна пра негатывныя моманты, гэта, канешна, той удар, які нанес рэжым па грамадянська супольнасті і наносіць яго на дадзіны момант, ўвесь час, тому, што мы бачым, то, што ты і людзі, які рабілі нават кампаню Байкавіць нахоцца за межой, мы бачым, аб тым, то, што краундфандинговыя платформы все снішчаны, які рані былі ярка дзенючалі, і ярка былі прэставлены, і патрымлівалі і культурныцкія праекты, і правоабарончыя, і гэта всі платформы спыніли сваю працю. Мы бачым, аб тым, то, што павеска дня дваравых чатав, в основном, стала більш палітычны, таму, што максимнасті збора людзей і негай грамадська асветы стала минимальна, і тэ дваравыя супольнасті, які працягуваюць сваю жыцьо, і аны збольшого перашлі в такі, в больший пратэст, і, ну, і гэта абіктывная рэч. Режим пасля, такой, як збольшого взял пад контроль улічны і палітычны пратэст, мы бачым, то, што зараз адбываюць такі абсалютна безпрецэдэнтны, як бы, это, так скажім, банальна, не вычала, наступ уже на грамадзянську супольнаць, гэта і справа прэз-клуба, гэта і справа Александрова, гэта і, канешна, справа пра Барашыццэнтры весна, бажа Незалежнава профсаюза, сама трактовка силавых органам, абтым, то, што дапамога ахвярам репрэссію, людзям, які знаходзся за кратым, ці, які пацярпелі, зі, крыміналізавана, гэта само па сабі абсалютна фельмі кепскі знак, і, канешна, я лічу той, што прі всіх тэх плюсах, які мы назіралі, в тэх уздымах, які мы назіралі, мы зараз зараз таїт пытання, в принципі, абтым, які структуры захаваюцца, які структуры змогут працягувать дзенець, тому, што я не выключаю, абтым, то, што мы махчымы можам апынуцца в сатуацій тако, ну, блізкай до Савєцкого Саюза, я, так скажем, малінкі був, ну, шмашто пам'ят, з тіх часоў піонерськіх, і тады, ну, не було правооборончих організацій, які дзеніші, які меіли офісы, і більшість, там, скажем, правооборонців знаходзілася за кратым, альбо заміжай. Тому, скажем, я бачу, што 2021 год, і он більш, скажем, якраз прапытаніці будзі, сновазі грамадзянська сапольнаць, в тім выглядзі, в якім яна стваралаць, больш 30 годов, з 90, там, з 91 года, і гэта, гэта, канешна, вельмі важныя пытання, таму, што, вельмі важны, аб захавалаць, не толькі тія організація, які замаюцца грамадзянськими палітычными правамі і развіцём демократы, ну, каб, безумовна захавалаць ў прынцыпі грамадзкій актівізм, і каб гэты страх, гэты, там, скажем, тотальнае падавління, каё зараз ёсць, яно не привело до тако деградацій і знікнення, таму, што, каб мы, праўда, не засталася грамадзянська сапольнаць, тільки ў выглядзі аналітычнага клуба зумі. Дзякуй, ў мене, так скажем, яку ступу ўсё. Талі, канешна, будуть пытаўні, дзяскучі, я задаванненям раму гэтым ўдзіла. Ага, амня я высключён микрофон. Ещё раз дзякую, Владь. Сколько Антона не приговорил формат, я ещё раз напомню, ў нас будзят по формату три раунда моих вопросов ко всем основным спикерам, и после этого в оставшееся время мы будем отвечать на вопросы из чата, будь, можна, с кого-то ещё подключать из наших гостей, потому что, я неспроста говорю, основные спикеры, но всегда наша публика всегда очень компетентна и сама всё прокомментировать. Я вижу списк участников Андрея Стрежака без камеры с включённым микрофоном. Андрей, если ты здесь появись... О, вот я вижу камеру. Андрей, привет. Да, привет всем, извиняюсь за опоздание, оно было связано с тем, что мы прямо сейчас ведём эвакуацию одного из белорусских активистов, и вот как раз это очень в тему того, что мы приобрели и что мы потеряли за этот год. Я готов ответить на вопросы, но я, к сожалению, их не слышал, поэтому, Вадим, если можешь, повтори, пожалуйста. Да, Андрей, да. Первый вопрос у нас как раз был ровно о том, что мы приобрели и что мы потеряли, так что, слыша ответы, в общем-то, ты совершенно правильно его реконструировал, поэтому да, пожалуйста, потому что мы понимаем, что очень разные были притоки волонтёров в Байковид, которые видел и своими руками делал, и да, и все те потери, которыми сейчас занимается Байсол, поэтому понимаю, что сложно весь опыт кратко суммировать, но давай попробуем в 5 минут уложиться, что тебе кажется основное? Да, основное тут как бы мне чуть проще, потому что Владимир ввёл контекст очень хорошо и детально описал ситуацию, в которой сейчас прибывает наше гражданское общество, как я шутил в превью к этому нашему зуму, что гражданское общество можно сократить до словосочетания «гроб», и, собственно говоря, вопрос в том, мы находимся в нём или стоим возле него, или вообще он пройдёт мимо нас, потому что ситуация действительно критическая, и сегодня мы видим те попытки власти уничтожить вообще всё, что только может быть неподконтрольно либо каким-то образом не идти в одном строю с государственной политикой, и это очень серьёзный вызов для нас всех. Другой момент, который стоит отметить, это то, что очень сильно активизировались диаспоральные круги, и очень многие вещи, которые раньше выполнялись внутри страны, они начинают выполняться из-за её пределов, и я вижу очень чёткое смещение центров влияния, которые раньше находились внутри страны, и то, что происходило внутри страны, было определяющим сейчас, учитывая разгром очень важных игроков и очень серьёзное воздействие на то, что происходит внутри страны и со стороны властей, приобретает особое значение вот эти вот центры иммиграции, если можно так сказать, новой иммиграции, старой иммиграции, то есть диаспоры тоже сейчас делятся на молодую и более зрелую, то есть и обе достаточно активно участвуют в том, что происходит сейчас в Беларуси, есть много разных структур, которые пытаются влиять на процессы и заставлять де-факто власти действовать в рамках хоть каких-либо приличий, то есть действия по отмене Чемпионата мира по хоккею, история с Евровидением, история с опубличиванием тех пыток и насилия, которые были применены гражданским лицам и мирным демонстрантам, во многом тут работает диаспора. И я думаю, что в любом случае, даже если у нас будет абсолютное бетонирование пространства гражданского общества в Беларуси, останутся люди, которые, конечно, намного хуже, потому что меньше погруженности в процессы и в реалии страны, но все-таки будут отстаивать, адвокатировать интересы как гражданского общества, так и простых граждан, но за рубежом. Тоже такой интересный момент, поделюсь впечатлением. Я до сих пор, несмотря на то, что вот уже сегодня 18 марта, я выехал из страны 5 июля, до сих пор не могу привыкнуть к тому, когда пишут Андрей Стрижак, Литва-Вильнюс. Я считаю, что я работаю в Беларуси просто на удаленке. И очень многие мои коллеги и те, которые работают в Байсоли, Байхелпе и других структурах, они тоже воспринимают это именно так. То есть мы не интегрируемся в новое общество, потому что все наши усилия направлены на то, чтобы вернуться домой и строить новую Беларусь, которой будет место правам человека, и люди не будут преследоваться за свою точку зрения. Но это прекрасная Беларусь будущего, о которой мы себе представляем, о которой мечтаем. Беларусь сегодняшняя, к сожалению, очень далека по своим стандартам и по тому, что происходит в стране от этой красивой картинки. И если говорить о том, приобрели и потеряли, здесь, как с омлетом, мы разбили яйца, сейчас готовим этот омлет, неизвестно, какой он будет, достаточно ли у него будет ссори, поднимется ли он вообще и каким образом будет ли он съедобным, но процесс в любом случае запущен, он идет, люди активизировались, и мы видим огромное количество низовых инициатив, что меня лично очень сильно радует, потому что, когда в самом начале, в первых числах второй декады августа, по сути, у людей не было ответов на вопросы, как самоорганизовываться, каким образом обеспечивать помощь тем же политзаключенным и прочим, то сейчас я вижу много разных малых групп, которые самостоятельно собирают деньги, самостоятельно пишут письма, самостоятельно оплачивают адвокатов, это как дворовые инициативы, так и не только дворовые инициативы, то есть люди, которые просто собрались и горизонтальным образом взаимодействуют между собой. Это в любом случае приведет к тому, что структуры будут с одной стороны проходить этапы становления группы, реализации задачи и распада группы, с другой стороны, часть этих структур перерастут из горизонтальных в вертикальные иерархические структуры со сложным построением, потому что люди будут понимать, что они могут гораздо большего добиться, если они будут строить какие-то долгосрочные планы. Мы наверняка увидим разные формы гражданского общества, к которым мы еще не привыкли. Вот эти низовые инициативы, которые сейчас появились, они наверняка структурируются. Даже если власть будет уничтожать, все равно у людей есть потребность самоорганизации. Мы видим это по примерам того, что происходит в той же Новой Боровой, в других районах Минска и не только Минска, где люди объединяются вокруг друг друга, несмотря на воздействие властей и противодействие. Еще отдельно стоит отметить, что ситуация, как вы знаете, и с блокировками интернета, и с осложнением возможности использования классических платежных инструментов для поддержки друг друга, приводит к тому, что Беларусь уже является одним из мировых лидеров по использованию VPN. И я думаю, что точно такая же самая история случится и с использованием криптовалют. Неудивительно то, что буквально несколько дней назад Александр Лукашенко со своими комрадами провел совещание о том, что же сделать с этой криптой. И они очень слабо себя понимают, что такое крипта, потому что это и не роторная жадка, и не обмолот, и вообще не имеет никакого отношения к тому, с чем они привыкли работать. Это сложная новая тема, которая даже для специалистов является не самой простой. но при этом благодаря тому, что интерфейс использования криптовалютных операций становится все более доступным, сейчас мы видим ситуацию, когда та же помощь, например, от фонда Bysol абсолютно спокойно может быть освоена даже работником предприятия, которому там 50+, который имеет мобильный телефон только для того, чтобы в одноклассники выходить. То есть, с одной стороны, это сложная система, с другой стороны, она становится все более приязненной для людей. И тот же Bysol сейчас работает над большой платформой, которая будет иметь возможность еще больше расширить наши возможности по помощи людям и приблизить их к тем условиям, которые у нас существовали до разгрома Мола-Мола, Улья, и вернуть вот эту ситуацию гроссрутового фандрайзинга обратно в поле. Но только уже путем безопасных механизмов, которые позволят включаться людям не только вот как мы вот есть Bysol-агрегатор, а чтобы это шло как можно больше прямее от человека к человеку. Но это такой тизер, небольшой спойлер. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите этот продукт, мы работаем над его внедрением. Вот. Поэтому эти возможности, которые открылись, они рождены репрессиями, но тем не менее возможности всегда есть возможности. И я скорее такой имею оптимистичный взгляд на развитие ситуации, которая скорее будет давать нам какие-то новые шансы, новые горизонты, несмотря на то, что это ситуация очень больших репрессий. Но с другой стороны все имеет свою цену и, к сожалению, мы ее платим, она очень высокая и мы видим, что сейчас представители гражданского общества находятся за решеткой. Это и правозащитники, это и журналисты, это и люди, которые выступают против произвола и насилия в стране, но в любом случае мы живем в той реальности, которая есть, отрицать ее невозможно, но и строить себе виселицу и вешаться тоже нет никакого смысла, потому что жизнь продолжается и мы должны совершенствоваться и отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят. Да, спасибо, Андрей, и спасибо в том числе за этот оптимизм, я думаю, еще обязательно по многим вопросам дальше поговорим. Сейчас тогда я бы хотел переместиться, раз уж мы перемещались, раз уж мы перемещались из Беларуси на тех, кто, как сказал Андрей, работает в Беларуси на удаленке, тогда переместимся и в регионы и хотел бы обратиться к Станиславе, который, я так понимаю, с нами на связи из Витебска и, в принципе, говорить про то же самое и про потери и про успехи, но, может быть, исходя из твоей перспективы, региональной и еще какой-то, как тебе это видится? Да, совершенно верно. Буду говорить больше про регионы, про Витебск, потому что зачастую ситуация, которая есть в Минске и в регионах, она существенно отличается. Соглашусь, да, с мнением, что 20-й год мы делим на пандемию ковида и на политические события, политические пресси, которые у нас происходят, и там совершенно разные были вызовы для и общественных организаций, и инициатив, и в целом для граждан нашей республики Беларусь. И если говорить про ковид, тоже согласно с мнением, которое где-то слышало, что ковид подготовил нас к тому, что происходило в августе 20-го года и продолжается до сих пор, потому что, если говорить про ковид и реакцию власти на него, или точнее зачастую без какой-то реакции на то, что происходило, люди сами начали самоорганизовываться, начали узнавать, какие есть вообще инициативы, возможности, что можно сделать, это в целом подготовило многих к тому, чтобы самоорганизоваться в будущем и дать какой-то ответ на то, что происходит сейчас. И если говорить про ковид в контексте регионов и общественной организации, то стоит понимать, что если в Минске многие общественные организации, инициативы смогли как-то изменить свою повестку, дать ответ на то, что происходит, поменять программу, идти в онлайн, возможно оказывать какую-то психологическую поддержку своим участникам, участницам, волонтерам, волонтеркам, командам и так далее, то в регионах очень многие программы, очень многие инициативы просто ставили на паузу, все выжидали, и очень долго было непонятно, как долго нужно это ждать, как долго это будет длиться. Все рассчитывали на несколько недель, и когда все это начало тянуться месяцами, многие до сих пор не вернулись к своей деятельности, и это очень грустно, потому что деятельность касалась и работы с уязвимыми группами, с темой образования, просвещения и так далее. и в целом в какой-то момент можно заметить, что многие люди устали от онлайна, и все стали очень ждать выхода в офлайн, поэтому любые мероприятия, любые события, которые проходили в офлайн, набирали неимоверное количество участников, участниц на различные темы, и как только к лету все раскачалось, случилась ситуация с выборами и последствиями после нее, и это было, конечно, тоже таким сокращительным ударом, потому что в целом о регионах все активисты и активистки, они под таким более прислепленным надзором, потому что их не так много, организации инициатив известных, у существующих было не так много, и понятно, что любая деятельность, которая, неважно, на какие темы начинала осуществляться, она трактовалась совершенно по-разному, и тут стоит говорить, конечно, про безопасность и самих активистов и активисток, конечно, мы понимаем, что для региона потерять активиста и активистку это очень сложно, потому что в целом этих людей не так мало, и очень многие боятся, переживают за безопасность своих близких и так далее, потому что у нас все эти ответы очень точные, и поэтому сейчас хочется быть, конечно, оптимисткой, хочется быть, ну, не знаю, хочется верить в хорошее что-то, потому что мы продолжаем делать какие-то мероприятия на темы, связанные с образованием культуры и так далее, но ты всегда каждую минуту ждешь, что именно твое мероприятие окажется каким-то показательным, и из-за того придут, и твои участники и участницы будут подвержены какому-то виску, и это, конечно, очень сильно демотивирует, но опять же соглашусь, что кроме тех организаций инициатив, которые существовали, выжили в пандемию, продолжили свою деятельность после августовских событий, появилось очень много инициатив дворых и так далее, и в целом у людей очень много появилось запросов, у людей стали интересоваться, что как работает, что как происходит, и они интуитивно обращаются к общественным организациям за этими вопросами, то есть начинают интересовать вопросы устройства, государственной системы, кто за что отвечает и так далее, и они интенсивно идут на мероприятие, обращаются к тем, кто как бы в их понимании должен давать на это ответы, это, конечно, такой ресурс, который нужно использовать, хочется этих людей не потерять, потому что сил тоже не хватает, условно говоря, когда ты делаешь мероприятие и думаешь, что в рамках безопасности классно, что пришло 15 человек, потому что 15 человек проще проконтролировать, проще сделать это незаметным, а у тебя запрос на 65 человек, и ты уже принимаешь какое-то решение, такие плюсы, и минус, и такие определенные виски. Понятно, что сейчас организации учитывают какие-то меры безопасности, но все все понимают, все понимают, что как бы ты не подготовился, никогда ты не можешь быть уверен, что тебя не тронут. Да, это правда, сложно быть в этом уверенным, спасибо. хотел бы этот рассказ, и хотел спросить Дашу, я знаю, ты занималась в том числе в задоночении белорусских студентов, как раз вопросом того, как раз говорили, когда приходилось больше новых людей, в данном случае студентов, и новых студенческих инициатив, которые вливались в активность, и в итоге по сути сейчас ЗБС является объединением этих инициатив, и тут тоже был приток людей, и был разгон конференции, когда собрали все в Магуру, и под неизвестимых союзов хотели как-то объединиться. Можешь сфокусироваться на этой части, рассказать в том числе про успехи и проблемы, связанные с этим влиянием на студенческое режиме. Ну, я певна, одразу варта отзначить, что студенство усёй гэтый гон 2020 года стало, здаяць, одной из наибольших разливых групп, потому что сперша ковид и абсолютное игнорование администрациями университета и иншых месяцев научанья агулом иснования гэтого кризису стало тако физичное просто небезпека для студента у студенток першая некая акция супраціву протесту с потребованням увесь дистанцинное навучанья привели до того, что одну мою калежанку по задзинаючин белорусскіх студенту Лизавету Прокопчик таде отличили и потым почалялся такая новая цікавая для нас хваля калі мы зрозумели, что наши университеты абсолютно не готовы для дистанцинного информацийных технологий у навучання калі лекции семинары веліся просто пай вайбері альбо калі выкладчики выкладчиццы не могли засвоять навад гэтый инструменту просто высылали на пошты некий перепічный матриял с некими такими пойнтами што вам варта зрабіць сколькі реферата вам трэба написать даслаць меня от руки переписать табок и гэта агаляе вельми великую праблему якасті аддукацій падрихтаванності университету дазмену выключная нягнуткасть і што самая сумная гэта игнораванне админістраціями неких прапановаў і самой праблемы і безумовна студэнцтву жоў той час дыкут так бы моў віць пастраждала але гэта нічога не параўнаецца з гэтым нічога не параўнаецца калі мы кажем мінавіта прамомант тиску репресі кримінальнага і не толькі кримінальнага переследу актыўнага студэнцтва якое мы назіраем з першага вересня да цеперасніх дзён калі паклядзець на сайці задземночані беларускіх студэнта мы ведзем статысыку і там лічбы просто ўжасай зараз нам дадома прабоччан тріцать кримінальніх справу падсудзімымі не падсудзімымі а асуджэнамі прячім гэта реальнае термэны калі рябята цевчат пазбавляюць волі на реальнае гады 23 нават і пряма зараз дзе справа студэнта справа чорнага четверга гэта нічто інше як наступ на задзіночані беларускіх студэнта і актавіста актавісток грамадзянцьк школьнасті які не рабілі нічого супрадзейнага супрадзаконнага толькі пріналежалі дарганізацій і рабілі упамкненні да свабоды і павышэння якісць адукаціў сваіх універсітэток зараз паг гэта справе проходзіць 11 студэнта ў студэнтак і одна выкладчыцца справа налічывая 36 тамоў і ўжо перядадзі на прокурору для накерування ў суд але разам з вось гэтымі праблемамі непасрэдна ціску з боку адміністрацій з боку сім'яў таму што не все патрымлювайся студэнскі актывізм і адміністрацію універсітэту мы сутыкнуліся с таким умоўна каўчарганізаційным кризісам з тым што прышло вельмі шмат новых людзей і гэтае людзі прышлі такім так бы мавіць адхок табак просто адбылася нека падзея яны вырашылі што трэба штосі зміняць і толькі дзякуючі свайму уніску яны могуць штосі рухаць і змагацца толькі такім чинам яны могуць развіаць некі лакалні супольнаці і дамагаць врашэні не толькі палітычных агульнопалітычных праблемаў патаніў але і некіх адказываць на запад і лакальні гаўзроўні але разум з гэтым всі гэты маладыя людзі не маюць не мелі досвіда арганізаційнага некага такога развіця яны не ведуць што такога грамадзянська супольнаці яны не ведуць што такога грамадзская праца што такога скразная каштоланасці прэвыч лавека і гэтак далі яны все прайшлі на хвалі пратэсту і безумовна мы як задзіночыні беларускіх студэнтов дапамагалі і працяглым дапамагаць гэтым маладым людзям ў тым каб сформавацца ў пэвны такі устойлівы больш-менш наколькі гэты зараз махчыў масупольнаці таксама улічываючі пытані безпекі таксама улічываючі тое што все ж такі большасць студэнскіх активісток активісток задзіночыні зараз знаходзіць в Беларусі не глядзічі на то што такі актив стары як бы можна так сказать актив был вымышэн з'ехаць па справі чорнага сцвэрга в эміграцію вось варта разумець што адбыласся трансформація і грамадзянску супольнаці і людзей і свядомаці і ў тым ліку падыходаў до грамадзкай працы сярод маладых людзей адбылас вельмі мосны девалівацца някіх аутарітэтаў поглядаў меркаванняў і гэтак далі калі мы хочым утягваць молаць ў пэлны грамадзкі працэсы то нам трэба відавочна адбудоваць нову риторіку комунікація з гэтом людзей абсолютно іншы падыходы і працу зі вось сходзачі з гэты в принципі мне вельмі устешна за то што мы ў задзіночын беларускых студэнтаў не глядзючын тое, што існуєм даўно ўжы божзе 30 год вельмі шануюм наш статут тых людзей які засновывалі організацію в 88 годзе але ў гэтым годзе прэдпрынялі крок і реформавалі організацію реорганізавалі яе сыходзачі з тых патрэбаў які зараз непасрэдна перед нами стоять зараз ми ёднаєм ўжы не просто студэнту студэнтак а студэнскі ініціативны групы лідері яких непасрэдна керуюць усім студэнскім дивіжжам вось мені напевно ссё пасіба пасіба дашо дістітлі опыт трансформацій навірно зменіна нас всіх зменішимися відсілятельствами це для всіх важний і інтересний вызов і навірно ще один щас дуже рад керівництв затронула вопрос зменіні авторитетів і в принципі необхідність нової коммунікації ще один второй вопрос я хотів обсудить це зменіні іміджа общественні організацій і ініціатив тому що є разні случаи зменіються авторитетів люди ждут нових людей а в кілька злічах наоборот ми видели в тому числе як допоміналь Валислав запрос на дворові лекції запрос обращення к такому можна индоктриналцію гражданського обществу і інтерес к нему новий подъем і в то же время на це все накладывається компания очернення в государственних СМИ потому що можна з однією всім посміяться на те як словні туры озарено розказувати як стріжак украл все деньги а все остальні предатели родини наимі запад і ще все що угодно але на самом деле не безинтересний вопрос як в целом цей імідж влияє і може може черний піар хороший піар а може далеко не всегда це так комфортно ну і наверное уж в этой темі точно с Андрея котрого из гражданского общества більше склоняли по государственному сельвителю в самом негативном смысле чем Андрея Андрей я не знаю на связи ты с нами или сейчас снова ага на связи поэтому давай наверное про изменение имиджа немножко поговорим какие-то впечатления в пользу или вред прежде всего хочу сказать что вся рекламная компания которая нам устроила НТС ТВ БТ и все остальные ТВ она обошлась нам в 0 рублей 0 копеек за что я очень благодарен это достаточно серьезный подъем интереса к теме гражданского общества солидарности и прочих всяких вещей потому что моя позиция такая и в принципе она опыт показывает что так оно и работает что чем больше госпропаганда пытается уничтожить чью-то репутацию тем больше она укрепляет людей уверенности в том что все в порядке с этими людьми и то что нам сделали целую недельную серию каких-то там пропагандистских передач которые шли в прайм тайм плюс были отдельные воскресное шоу которое достаточно рейтинговое использовали для того чтобы очернить репутацию вообще самой идеи солидарности белорусов это скорее сработало в плюс если например раньше люди могли не знать о такой возможности что вообще существуют такие вот истории то сейчас они знают и знают как ими можно пользоваться каким образом это можно использовать на благо людей вот поэтому моя позиция точно такая же как у по-моему если не ошибаюсь марка твена что все что не некролог это хорошая коммуникация с людьми вот потому что любое упоминание оно все равно так или иначе поднимает рейтинг цитирования и показывает что эта система работает вот опять-таки если говорить про гражданское общество про тот же штаб Тихановской например который скорее политический субъект ну тут мы тоже понимаем что есть определенная история с тем что у нас в стране один политический субъект был до августа сейчас их два на самом деле это белорусский народ и это Лукашенко вот то штаб Светланы Тихановской это такой адвокативный офис который занимается продвижением интересов белорусского общества на западе в первую очередь ну и плюс также пытается влиять на те процессы которые происходят внутри и вот то количество негатива которое сейчас госорганами выливается в первую очередь на штабы на фонд солидарности Байсол и на персонали в них это меня и Франа Ковичорко показывает что власть выделила главных акторов власть выделила главных субъектов в этих акторов которых нужно уничтожить и я рад например что так получилось потому что у меня большой опыт работы в этой сфере и я понимаю что я сейчас вот своим вот этим вот щитом в который летит это бесконечное говно извините за выражение я закрываю каких-то других людей которые менее устойчивы от этого то есть ясно что госпропаганда она должна иметь какую-то мишень и если бы там не я стоял впереди то это могло бы лететь в других людей которые могли бы отказаться уже от этих действий поэтому это тоже такой плюс что госпропаганда пока не в состоянии вычленить всех это плюс но минус в том что они учатся усердно они стараются находить другие мишени на региональных уровнях в том числе и будут уничтожать репутацию и давить все что только могут и если до кого-то еще не добрались сейчас то это только потому что у них рук не хватает и вот наша задача поддерживать уровень протеста уровень неприятия действий власти внутри белорусского общества на таком уровне чтобы у них рук всегда не хватало тогда самые слабые будут защищены тем что бьют самых сильных и в этом есть определенный резон в этом есть определенный смысл поэтому я думаю что несмотря на вот эти попытки постоянно уничтожить не только там путем посадки но уничтожить путем уничтожения репутации они приносят как плюс так и минус плюс в том что люди больше знают о том что существуют структуры которые могут быть альтернативой для тех де-факто властей которые сейчас преследуют гражданских активистов и вообще мирных жителей вот а из минусов это то что они сейчас отрабатывают на ключевых игроках разные методы которые будут применять дальше на более низком уровне вот поэтому наша задача как можно быстрее победить ребята то есть тут как бы она очень простая с одной стороны с другой стороны это вопрос нашего выживания как субъектов гражданского общества и как персонали потому что то что сейчас делает власть оно явно нацелено на как говорил Владимир Лобкович на какую-то реставрацию своеобразную Советского Союза спасибо Андреевич хотелось можно кратко добавить про вопрос репутации гражданского общества и ее в обществе изменения после и в процессе компании Байковид потому что мы сейчас говорили именно скорее про фонды уже про этот этап на том что-то заметил с чем люди приходили и может быть как это менялось в процессе по Байковиду вообще очень интересная ситуация была потому что мы пожалуй впервые столкнулись с ситуацией разделенности позиций внутри самой властной структуры то есть ясно что был глава государства с его абсолютными бреднями по поводу визуалологии там белые козочки горит дым не знаю что там трактор водка поле баня то есть все вот эти методы лечения коронавируса инновационные кстати небольшой офф-топ президент Танзании который тоже занимался отрицанием активным коронавирусной инфекции сегодня умер от нее то есть понимаете как бы ну тут такое можно отрицать смерть но ты все равно ее не сбежишь ясно что нам не настолько пока повезло но посмотрим может быть дело времени и да действительно власть была очень сильно разделена потому что многие медики особенно среднего звена то есть уровня областных управлений медицины в них боролась клятва гиппократа условно и желание услужить верховному поэтому возникали разные интересные ситуации когда к нам приходили сами медики и говорили что нам нужна ваша помощь а потом в этот же день они давали интервью госселеканалом говорят что нас всего хватает у нас тут есть респираторы и рециркулятор и все что хочешь вот поэтому это двоемысли оно очень интересно многих людей подтолкнуло которые раньше не совсем сталкивались вообще с ситуацией когда власть лжет или когда там есть вот правда и немножко неправ многие люди впервые это увидели на примере ковида а ковид почему собственно говоря это стало таким прологом таким важным потому что это вопрос жизни и смерти а он абсолютно одинаково актуален что для чиновника что для учителя что для безработного то есть неважно все хотят жить и когда люди увидели реальную опасность и увидели реальную неспособность верховной власти контролировать эту проблему каким-то образом с ней работать кроме как отрицать вот тут у людей реально зашевелились волосы у всех потому что люди поняли что это уже сейчас касается не какого-то узкого круга политзаключенных политических которые всю жизнь сидят это касается всех абсолютно и поэтому вот это осознание и осознание общности проблемы оно как раз дало то чувство единства с которым люди собственно говоря приходили для решения этой проблемы и заметьте до сих пор власть никоим образом не смогла даже спустя полгода всей этой махровейшей госпропаганды обыграть ситуацию с бейковидом они будут придумывать скорее всего что мы там мошенники что мы там что-то себе собрали забрали и прочее такое но вот попытаться очернить само движение волонтерское по спасению врачей они не могут они пытались его себе присвоить говорить что это БРСМ придумал что там БРПО и там я не знаю союз женщин фонд мира кто угодно но все люди знают как это выглядело на самом деле что были группы которые самостоятельно организовались из старых простыней шили бахилы врача были группы которые пытались находить какие-то средства защиты втридорого покупали респираторы за рубежом у перекупов для того чтобы свою конкретную районную больницу снабдить речь даже не про байковид а про то что было широкое движение людей в которых было огромное тысячи и тысячи людей были в этом задействованы и эти люди знают как было на самом деле и врачи сейчас одна из причин почему они настолько протестные потому что они знают что их тогда кинули что тогда их по сути бросили на произвол судьбы и отправили на борьбу с опаснейшей инфекцией современности без каких-то средств защиты и это все знают и поэтому именно вот с врачами сейчас все так сложно у власти и вряд ли там они смогут де-факто власти сейчас восстановить свое доверие там и каким-то образом улучшить его ну и плюс конечно пытки насилия это то что с врачебной этикой всегда расходится это тоже добавило определенный такой момент да спасибо спасибо андрей да давайте пойдем дальше я думаю наверное правозащитники тоже сталкиваются и с и с чернением и когда тоже рассказывают что конечно правозащитники наверное тоже наверное тоже то ли все украли то ли профинансировали экстремистов как в принципе какой-то имидж правозащитного сообщества изменился и как изменилось отношение людей я хочу сказать что мне не подобается в нашем анализе сегодняшнем и это первое широко тое что мы ну может быть это объективная речь но она мне широко не подобается а потому что у нас возникла разница по межполитичной деятельностью и громадской и то вот когда мы сейчас обмирковые мы не говорим про организации которые занимались ЛГБТ-кассов с упольностью яки просто не мают неакой махчымасти зараз функционовать мы не говорим про малые инициативы яки допамагали людям с инвалидностью и яки крытычно важны для них например в городе мядзеле крытычно важна супрацца с уладами для того как отстоивать интересы своей мэтовой группы и вельми кепска тое что зараз все знаходятся в такой ситуации что с одного боку это месцовая улада боится вертаться к старым практикам яки были подзей лета и супрацовнишать с беспечными для них неполитизованными громадскими активистами и иншого боку скажем такая агульная политизация она так самым ведет до такой деградации социального сектора и сектора послугов яки оказывала громадянская супольность потому что навод зараз мы говорим з вами говорим выключили про политику и про политычные стосунки громадянской частки громадянской супольности и улады але не говорим мяновіта про воськету сферу послугов якую громадянская супольность перестала оказывать в этих умовах потому что з одного боку местовая улада боится их работать з іншого боку сами громадские обьеднания з третьего боку то что шмат грантовые программы спыненные які ранее были легальные які ранее проходили департамент по гуманитарной деятельности які окраз оказывали допамогу тем іншим группам то что калежу вертаться да то скажем парадигмы векую вся эта размова идея то ну скажем мы безумовно бачим уздым и падъем волонтерств ставлення до правооборонцев я якраз келечу то что все и тут можно поговорить с Андреем с Режаком что ну все это телевизор до такой ступени себе дискредитовал а позиция громадства у великой своей большасті уже вызначена и она не прямая сьогоднішню ладу то гэта телевизор не може выканаць и я тут будешь спокойны и я не бачу погрозы для аутаритета гамдянской цупленности в пропаганде яка зараз ведется потому что яна скажем яна абсолютно дискредитована людя однозначно ведают что гэта все фигня и тому до этого можна ставиться значно спокойнее мы переживали в 10-м годі коли был перший протест над Олесем Беляцким коли який был тады старшиня правоборонців натре весна был политвязнем и затриман там расповідали про гроши все скрадено все украдено до нас и тады мы переживали зараз мы переживаем на тое что любая допомога якой займается правоборонців она фактично криминализована и умов в яких мы прасуем она значна больше зарас хвалююць и турбуюць але нават на такім локальному зровні мы отшуваем вес щас такую доброе ставлення громадства тому што наприклад калі были ператрусы у моих коллегах правоборонців калі был наступ и 9 ператрусов в один день 90 ператрусов в один день то перші хто пачалі мне писаць гэта вось наши дворовые активісты шалі в паряткі жив я здоров ці трыба да памога ці там можа біць ў мене ператрус трыба дзецей за школа забрать таму што што малые дзеці і там сусіді дзеці баяць што завісну школі пакули нас будуть трэсті хватэру але скажем гэта великая така ізнашная рэч таму што праўда я нікого зіх навыць не видал і божў зіх не віталця да апошніх падзею і калі дзеце гэта чаепиті былі не разганяліся і я это ўжо скажем Вадзіму адночі на адною зустрэч этот приклад привоззял і калі мы пачлі там памічць сабы знайоміць і я знайоміць што ёс прабурож центра весна і до гэтага часу це було як блин вау это як было падобна на тур Бітлз па Амеріке і на сам рэч скажем абсалютно незаслужэна людзі які толька далушілісі до всього гэта наззініли нас нікім магічні функціями і нікімі ведамі якімі мы не володым і нікімі такімі скажем небажітелямі і гэта все канешна з аднага боку умиляє з іншого боку канешна це велика адказыць а з іншого боку це кажа абтым што все небезпекі пагрозы прайкія казаў гэта вельмі хутка може быць выращына ў выпадку калі тойці інші ситуацій тойці інші палітычны рэжым тойці інші тойці інші ўрад будзе разглядаць пра ў вогурі гамадянська супольніць не як центры па супрэстоянню і змаганню а будзе разглядаць ў кожне нормальні країні мінавіта як партнэров дякую дякую тобі хотілося біраць што ўтка так і будзе я хотіла б продолжити Станислава я знаю ты ж говорила що в регіонах часто вот эти вопросы давлений давлений на активистов часто воспринимались совсем не так может быть не так оптимистично как это выглядело в Минске ну і помимо этого і в целом тоже да про имидж про то как может быть змінились аудиторії локальних іниціатив прийшлили нові люди і як все це виглядет да мені кажучи я сьогодні така пісімістка тут але я хочу відмістить що я така практикуюча пісімістка думаю що все плохо але все на роботу при регіонах очень сложна ситуація потому що опять у нас не так багато людей і в регіонах зачастую деятельність організацій ассоціюється с конкретними людьми і коли ідео-давлення і очернення конкретних людей це дуже сильно бьет і по іміджу організацій тому що завжди є люди хто в це поверить і то як говорив передучий колега що відкликають люди з інших чатах і так далі понятно що люди зі схожими цінностями ніколи не поверят в ці компанії очернення і так далі але завжди є остальна частина общества хто в це поверить і примет це на веру і я як зарегистровані так і іниціативи які работають з различними темами в тому числе з ЛГБТК плюс тематикою в тому числе і це, звісно, колосальне давлення як на представителя цих іниціатив посвідстви снятия там фільмів роликов статей плюс, опять же якщо говорити про сотрудничество з властями у нас Витебск традиційно считалось таким городом де все хорошо с коммуникацией с местными чиновниками вони обычно шли на встречу организовували какие-то совместные мероприятия в такий момент що эта робота прекратилась по двом причинам перша така етичка як і многие організації в Минскі які зробили таке заявлення що ми не будем по етичним соображениям работать з представителями госорганів в различних в разных сферах баги іниціативи опять же які остались відказуваються работать по цій причині і вторя причина що це звонки сверху то есть опять же про мероприятие ЛГБТК плюс коли там звонок за день до виставки де сообщають що ваше мероприятие не підходить этому городу ми не можем передоставити вам площадку і так далі то есть невозможно работать в таких условиях і так далі і хочеться сказати що кроме всього це ще дуже дуже багато психологічне давлення і тяжело выдерживати коли у тебе такой і так риск за твою деятельність за мероприятие ти всегда понимаєш що ти підпецелем условно ще получать таку потом обратну связь от той части общества хто в це поверило потому що сливають личні данні найти человека витебськи намного проще чем найти человека в Минск сливають место работы і так дали поэтому я считаю що це такий большой виск його нужно учитывать понятно що нужно с этим що-то делать понятно що нужно этим людям оказывати психологическую поддержку потому что когда регионы теряют ініціативи які имеють структуру і так дали але така ж ситуація і з тими представителям просто дворових ініціатив когда выносять данные звонки в садики школи і дітям і так дали і з учетом що це небольші між це дуже між це дуже дає такий эффект але тем не мере ми продолжаємо работать учитывая эти виски мені виски нужно учитывать і понимать і як можна тогда ісправити як повлиять як змінить щоб по итогу ми могли продолжати працювати effективно і екологично Дякую 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 практикує письміст це інтересний термін Хорошо хотіло перейти к ДАШ і поговорити про імідж в тому числе і студентських організаций тому що очевидно є багодавлення і є целе уголовні справді і в тому же час є такий приток нових людей які затронуло щоб вже начали з цим работать і це тож новий вызов можна сказати приєтний вызов хорошо приходять нові люди с которими приходиться работать а как в принципі це давлення повлияло на студентське сообщество і в принципі як ти видиш це скорее пришли единиці пассіонариів или це действительно змінился імідж осознала важність організації ініціатив і об'єдзінення Я пам'яну скажу што ми з одзіночні булі неліка сказаць што ми не булі гатові до тіску што ми не булі гатові до репресі альбо до того што будуть приходзі нові люди не ми рихтаваліся до гэтага такці іначе разумелі што тряба реагаваць хутка тряба приймаць візгадзі выкліпки і зімі шпрацаваць што датычна непасрєдна вось такіх гас неліка державна прапаганды ўсміць і надалі бачініць іще на нелі таких каналах то ми датычна булі підріхтаваны іще што парламентській кампаніі што калі бул молодзівы блок і тады асабліва ніхто не разбіраўся чы молодзівы блок адрозніваюцца задзіночні беларускіх студэнтів і акаңжуць мачілі всіх вось причім да адна з самых непріемных гэта пэлна то што перебіраюць некі асабісты зіны уздымаюць некі суперстары твіту твітеріць і пісні вконтакці вось але в принципі ўжо якраз такі да гэтай кампаній мы парішлі вяльмі падріхтаванамі дякуючі вось гэтай парламентськай кампаній што дэтычня нашага такога выгляду і перед студэнццвам перед нашым этавай групай студэнцкай молодзі абі приэнты меншымі молодымі людзьмі то тут немахчыма просто взяць і перекресліць адным двума тряма каментарамі ў СМІ ця ще чім ця ще нєдзі пранцю організація яка дзейнічай змагаюць ўже 30 год вось таму на любый аргумент ўлада ў спробу ўладыць язче кого заугодна сказаць што вы робіцца штосі не так альбо вы там робіцца агулам не тое ў нас є заусёбі контраргумент ў сэнсі вось вам так ця ісчэння што такое при гэтым само студэнцтва яно выключна не глупай мы заусёты казалю за дзяночыні беларускых студэнтов што беларускай малад агулам найлепше і зараз мы пережываем найлепшу генерацию студэнта ў студэнтак тое што яны робіць тое як яны худка выучаць тое як яны крэтычна падуходзіць да любой выключны інформацій гэта просто заслугова великай павагі і зараз калі ў некім чатце канале дзе заугодна з'являецца некая інформація яка несе ў себе дезінформацію пра задзіночыня студэнцкий рух студэнцких активісток то гэта надварот патым ўстрымаці так як о ура нас прикметілі гэта пра тако наше признані гэта нам толькі плюс нас нарешць пачынаць зауважаць і можць быць небезпечны ў некім сэнце таму і прадпрымаць возгэта спробы репутацію некім чинам очерніць але мы студэнцва ставімся дэгэта гэта гэльмі просто тэму што як ўже пэлна казаў Андрей стыжак гэта што завсёда выглядая так дивна так смешна што калі ты глядзішь хочцца просто смеяць і някім такім чинам дякую дякую што на таку абдамасышна ноте скандшуў ўэту ўчастку протоксі ваў і дивна і смешна ну і наверно памімна памімна только да вопросов і репутація і привлечэня людей наверно перешнічам мы перейдем к общей дискуссі і к нашим вопросам из чата або еще хатя обсудзіць все, що ми щас проговорили все эти моменты попытаться продумати их отложений эффект і пробуйте выделить може одно, два, три момента которые кажутся будуть иметь наибольшее влияние в будущем потому что навсегда в такие турбулентные периоды происходит много событий которые какие-то из них кажутся очень важными драматичными сейчас но часто не играют особой роли через два три пять лет а какие-то наоборот запоминаются и их последствия мы потом видим в секторе годами поэтому как вам кажется какие из событий этого года будут иметь наибольшее последствие Андрей если с нами снова то снова включить камеру наибольшее последствия конечно будут нести события августа потому что это такая травматическая точка через которую прошла и сторона которая осуществляла насилие и сторона которая была собственно говоря жертвой то есть это тот травматический опыт который нам еще предстоит пережить переосмыслить и чем бы не закончилась сейчас история с противостоянием между обществом и де-факто властью в любом случае эти вещи потребуют осмысления потому что есть огромное количество людей вот мы как фонд солидарности когда работали с этой проблемой очень многие силовики например вышли из системы именно под воздействием того что это даже по их меркам было перебором часть людей которые не ушли из силовых структур они тоже не согласны с тем что происходило в августе и при этом они являются стигматизированными уже автоматически потому что носят погоны и вот этот момент стигмы погон тоже для нас очень большая проблема потому что в любом нормальном государстве должна быть система правоохранительных органов которой общество должно доверять которое должно защищать общество от внутренних и от внешних врагов от преступников и от каких-нибудь военных угроз но сейчас то что в Беларуси происходит это полнейшая полнейший разрыв вот этого доверия между силовыми структурами и гражданами и вот эти последствия они на самом деле очень серьезные они несут за собой большие большие вызовы для общества потому что еще никогда наверное власть не была на таком низком уровне доверия и некоторые именно силовые структуры не были настолько ненавистными скажем так ну наверное в период 40-х годов когда была нацистская оккупация вот это было такое достаточно единодушное мнение относительно силовых структур вот также конечно для нас ну как говорится мы не знали друг друга до этого лета это тоже очень важный момент потому что само по себе общество оно получило такой сумасшедший опыт взаимодействия который наверное за все 26 лет за 30 лет предыдущих не могло получить по разным причинам то есть ясно что у нас тоже были забастовки в начале 90-х у нас были протесты но на мой взгляд то что произошло в августе и после того как после августа оно может быть сопоставимо с различными ситуациями которые прошли наши соседи Балтийские республики которые прошли другие страны выходившие из Советского Союза через кровь и через насилие через ну такой отрыв скажем так от Советского Союза в Беларуси в начале 90-х не было этих процессов и многие историки сходятся к мнению что возможно это как раз таки и привело к такому такой реставрации попытке реставрации Советского Союза в сознании общества по-моему Томас Джефферсон говорил о том что дерево свободы обильно должно поливаться кровью патриотов к сожалению это правило работает везде и всегда и мы видим что мы тоже этого не избежали то есть это момент такого осознания взросления нации и вот как раз таки этот момент инициации нас как белорусской нации он тоже запомнится я думаю что он навсегда останется как опыт пройденный и еще я бы хотел наверное сказать что это опыт преодоления самих себя потому что белорусы очень долгое время думали и им внушалось усиленно что вы не можете повлиять на свою жизнь никаким образом она не изменится вы должны делать то что вам говорят и вот есть взрослые серьезные дяди которые принимают за вас решение и тети некоторые которые принимают за вас решение и вот они собственно говоря будут знать как вы будете жить дальше всю свою жизнь прошлый год показал что это не так прошлый год показал что общество есть потенциал что общество может принимать решение общество становится актором общество становится субъектом а не объектом вот такие вот три момента которые бы я хотел выделить относительно этого вопроса Я думаю, что они могут стать таким фундаментом для позитивных событий, которые ждут нас в будущем. Спасибо, Андрей, за позитивный фундамент. Младь, какие с твоей стороны видятся такие факторы, такие изменения, которые будут влиять на будущее, может быть, связанные с тем, как в будущем будет существовать правозащитный сектор? Ну и в целом, не только правозащитный, потому что я полно согласен, когда на прошлый вопрос я сказал, что есть многие такие невидимые проблемы, и локальные ЛКБТ, и еще много чего. Поэтому, да, очень хорошо, что мы разную упоминаем. Поэтому, в целом, что тебе кажется, какие будут основные последствия? Когда говорить о правооборонной деятельности, она, конечно, на вопрос завсюду, в любой стране, в любых условиях. Дальше, скажем так, самое заблуждение, а в том, что в краинах сталых демократов и нема правооборонцев, она не потребна и не потребна за всюды. И правооборона, как пытание достаточно такая, сильно связанное с Урадом, с Уладами, она, конечно, залежит от того, как ставится до право человека Улады. Таму развитие правооборонцев у Беларуси на вопрос залежит от того, в каких политических умовах будет основать вся Краина и все громадство. И, конечно, самое главное – это репрессии. Як долго они протягнутся, и эти они будут спынены. Это Улады, во что я не веру. Мой прогноз негативный. Я лечу то, что эту машину уже спынить эта Улада сама по себе не сможет. Тому, конечно, пытание развития правооборонцев у правооборонцев, залежит просто от смены политической ситуации в Украине. И вертание до той нормальности, которую у нас даже никогда не было. И правооборонцы, и Улады находятся у партнерств. Треба разуметь, что правооборона завсюду в Беларуси была самым экстремальным, разыковным громадской активностью, и завсюду негативная успрымалась с Уладами. И вся розница была трехлечу тем, что были периоды, когда это было небеспечным, и были периоды, когда Улада была больше терпливая до правооборонцев. Али то, что этот режим завсюду порушал правый человек, завсюду кичился и завсюду на это был заточен, это правда. Тому, конечно, про тях репрессию, про тях политических крыс, який есть зараз, он вельми важный для отказа, якой будет грамадзянская супорность. То есть ситуация, в которой есть зараз, мой прогноз негативный. Я лишу то, что грамадзянская супорность будет политизоваться, будет все меньше и меньше бачной розницы между грамадзянским активизмом и грамадзянской супорностью, и политичным протестом, политичной оппозицией. И все больше и больше это будет спроматься, как, может, там в конце 90-х, площадка 2000-х, когда так само застало, что грамадзянская супорность – это такая служба тыла политичной оппозицией. И этого, конечно, я лишу, что в виде до такой пыльной деградации той грамадзянской супорности, про яку мы кажем, я ли бачу в этом проблему. Но она, конечно, объективная и субъективная, одночасно объективная тем, что она залежится от той политичной системы, яка есть в Украине. А позитивным моментом, яки будзе вельмі мостно уплываць на грамадзянскую супорность, гэта прыход нового пакалэння, новых людзей, гэта весь ты людзі, яке прышлі ў грамадзянскую активнасць. И навад калі зараз их не пакліканне больше звязаны с политычными изменами, то безумовна, безумовна, жыцьё ж, она значна, больш шматгранная и шматкалеровая. И як только жыцьё перестанне быть чёрнобелым, то, канешна, мы пабачым просто абсолютно, на мою думку, такі пиршінства грамадзянского актэвізма, грамадзянскай, грамадзянского крэатыва. І самая галовная, каб не було, што жаль в эту пору прекрасно не жыць на тебе і не мя. Каб мы всё ж такі змаглі гэта всё пабачыць таксама. Дзякуй. Дякую за такие, конечно, весёлые цитаты. Действительно, хорошо. Станислава, как ты видишь? Как это всё будет в регионах? И что из того, что есть сейчас, что будет в наибольшей степени влиять на то, как всё будет развиваться дальше? Ну, хотелось бы сделать тоже акцент на таких вызовах, которые я уже вижу, которые уже можно так спрогнозировать, опять же, с учётом того, что насилие не может быть узконаправлено только в какой-то одной теме. Насилие наблюдается, появление насилия представителями власти и для многих уязвимых групп. Я сейчас говорю и про людей ЛГБТК+, в том числе. И мне кажется, с учётом того, что сейчас идёт большое давление на них, и, опять же, многие активисты и активистки, которые работают с ними, выдерживали уехать, покинуть страну и так далее, нужно будет просто восстанавливать эту систему услуг общественных организаций и инициатив, которые работают с различными темами, с теми, кому действительно необходима помощь и поддержка и так далее. Ещё такой вызов вижу с учётом того, что те организации, которые сейчас официально зарегистрированы, они находятся под большим давлением и есть риски, что они будут закрыты, а новые инициативы, если они захотят дальше как-то существовать уже в более какой-то структурированной форме, если у них будет такой запрос и потребность, у них не хватает сейчас каких-то знаний, навыков, умений, как работать структурированно, и у них будет запрос на это. И в целом, с учётом того, что у общества сейчас интерес, понятно, что так, как было раньше, уже не будет люди научились задавать вопросы, интересоваться, кто за что отвечает, что как должно быть устроено, мне кажется, это позитивный момент, это очень важно, это мы сделали огромный скачок, как говорится, кризис, это условия и для роста, и мы этот рост сделали, конечно, вынуждены, но сделали, у людей будет запрос на дополнительное образование, образование в рамках гражданского какого-то общества и так далее, потому что тоже соглашусь с тем, что когда уйдёт триск, условно говоря, когда горит дом, ты не можешь думать про какие-то другие проблемы, когда дом, надеюсь, перестанет гореть, и люди поймут, что не могут самоорганизоваться и решать какие-то другие проблемы, которые их волнуют в других сферах, да, улучшать своё пространство, жизнь и так далее, то будет этот запрос на то, как это сделать эффективно, что и как должно работать. Спасибо, это будет интересно наблюдать за этим запросом. Ну, хорошо, Адаша, а в студенческой среде это приведёт к тому, что условно ещё и новым студенческим активистам тоже придётся уехать вместе со старыми, или наоборот, это будет какая-то активная сеть ещё и в разных университетах, или как вообще это будет? Ну и, собственно, что из того, что есть сейчас, будет на это влиять, потому что факторы, мы, как мы сейчас обсудили, такие, да, разнонаправленные. Так, Даша пишет, не можешь включить звук, Антон? Можешь, Даша, звук включить? Антон, у тебя теперь я сама работаю. Да, а если сейчас попробовать, пожалуйста, Даша, попробуйте сейчас. Ну, правильно, я поднимаю Сташу и Владимира, которые сказали, что мы никогда не будем такими, какими мы были ранее, и студенство, мне сдаётся, из ножа. Это одна из тех групп, яке несусь возгадостях першинства. Бо спрашат истори, яка связанная с ковидом, каля нас разумели, что администрации, державы абсолютно всем плевать на то, в яким я на становище зараз пребываюць. Альбо першая верасня, калі студенты, студентки просто сбирали подписи под петицей, капотом принести до своего умолнага патрэна, до министра аддукации, кап ян разглядел некая дрэгаваў, и ў гэта час администрации дрэгавалі гвалтовными затрэманнями, збитыми унутри университетам, выкликам амапаў на просто песінные акции. Гэта, канешня, вельми масна падарывала. І пэўна трэцій момент гэта якраз такі кримінальны пераслед студентських актывістов спрашаў справа Артёма Винакурова ўбдуірэй, а патам студентських актывістов з ЭБС і напад на агулам арганізацію. Тому пэўна з пазітыўных фактору я і знову ж назаву тое, што да вазгэтых арганізацій грамадскага сектору такці іначе пришло вельми шмат людзей. Ана стала колькасна больш, махчыма пакуляшча якасна не, бо патрэбны час на тое, ка все гэтае лакальны ўсуполкі, ўсіх валанцёры, іншых маладык людзей, увесьць ў курс правы, патлумачыць, што як працюе, некі механізмы і гэта далі. З негатылна гэта пэўна ўсё ж такі адзначу, што як худка гэтае людзі на хвалі пришлі, большасць, так? То мне здаець сё ж такі вельми великая колькас людзей з гэтае хвалі і сыйдзе потам, табок, калі знікне гэтае палітычны складнік, калі всё ж такі стане зразумелым, што грамацкі організація займаюцца грамацкай праце, так? Гэта не палітыка, гэта полісі. Людзе трошкі растіруюцца, махчыма, бо яны будуць памятаць, з якімі настроймі і з якімі запытамі яны прихонзіле, і пэвна просто там сыйдуць, махчыма, палітычныя рухі, палітычныя ініціатывы, палітычна партія. Вось, але разом з гэтым я ўпэвнена, што нас чакаюць вельми цікавай часы трансформацій, вельми цікава назіраць за тым, як разом з вось гэтымі запытамі і патрэбамі трансформуюць агулам бачыння і ініціатываў, і арганізацій грамацкага сектору, і агулам, як грамацкай сектор, як штосць тако ажывая, як і надзе, як не вытрымліваюць пэлна конкуренцій, пэлна організацій ініціатыв, якія не могуць працаваць, якія прізвычаліся працаваць па некім такіў, па некіх такіх, ну не скажу сатарых, просто прізвычайных для гэтых організацій рейках, а зараз это відовочна уже не отпавідая ні запытам, ні падыходам. Вось, тому я думаю, што нас што гэта конкуренція паміж організаціями і все ж таки чекаєк, як це так само візіляльно текало. Да, конкуренція между старими новими організаціями действительно інтересний момент, це то, що на фоне всіх действительно ужасно новостей, там задержання, уголовніх дел, да, иногда забываем про це, но це тож, наверное, нас буде ждасть, і спасибо, що ти упомянула, це інтересно. Ну а пока, действительно, нас передвичайно багато інтересного, і, наверное, тогда, пока нас ждет дискусія с нашими гостями, как к нам подключились, і я бачил, що в чаті вже було тож багато вопросів. Антон, тоді попрошу тебе, може, якісь ціх вопросів щас зачитати. Ну а всіх, хто захочет підключиться, тут є кнопочка в зумі, піднімайте руку, піднімайте руку, і тож будем постепенно к этому обращаться, наскільки будем успевать. Добрий день. Вопрос к Владимиру. Як можна сравнить ситуацію репресії в отноші гражданського обществу з тим, що происходило в 2010 році? Желательно, с цифрами. Занимались ли ви таким сопоставлением? Так, звісно, я відкажу з нічвами. Наприклад, по політв'язням, як розуміється, що зараз ситуація абсолютно безпрецедентна. На пікі ми мили одночасний, то доволі короткий період, 57 чоловік після пазія 2010 року. Це було 10-10 днів, тому що людей і зараз відпускали. Самий великий пік це було 10-10 студень 2011 року. Студень Соковіки 2011 року було 57 чоловік. Зараз ми вже маєм па 300 тих, кого мої колеги-правоборонці признали палітичними вяцнями, але це не значить, що ми знаходзімся зараз в углі в пікі. Ми, на жаль, в цей процес буде протягвацца, і він буде мєць... Ми, правда, можем запросто опинуться в ситуаціях, коли нам буде більш тысячи палітичних вяцням. Я це абсолютно не виключаю. На жаль. Тому, конечно, масштаб репресій абсолютно безпрецедентний. Треба значить, що тады громадзянська супольність не понесла такого великого удара, і тады збільшого якраз такі суб'єктами, па якім праехався каток репресій, були толькі правоборонці. І ми саправдюю були тады підзільним пільним ударом, і не тільки наші органіляції, прооборонційці інтри Вісналі і всі наші каліги. В тіє часы було не криміналізовано, і у ладо хапало розуму, не криміналізовати будуть допомогу ахлярам, і допомога ахлярам намі ажіць являлась без... і на не бала репресавана і не бала криміналізавана. Тады за кратами знаходзілся старшыня організація правомарушість знімалізовано. Ну, скажімо... Той, що ми зараз надзіраємо калівнікі фричбі в пропорціях, але це, скажімо, в 2011 році це в ліпшім випадку 30% того, що ми нажали зараз. По масштабам і репресію, і удару. СМІ так само понісли абсолютно колосальний тотальний удар зараз, ми це бачимо. Правда, і ролі з мікроху меняються з наявністю соціальних сеток і іншіх ресурсів коммунікацій у громадстві. Але, конечно, масштаб репресі абсолютно... Ну, іон... Правда, ті, хто кажуть, ва ўсходній Єропі апошній раз такі масштаб репресі був, ну, в 40-х годах. Тады, калі була друга суцветна вайна. Тому, що той узройні репресі, які ми зараз маєм, іон уже більше, чім іон був час військового становища, іон уже більше, чім пасля пазі в пражській весні. Тому, да, такі... Весь наш народ і вогалі все громадства ми платимо таку вірмі высокую цену за своє пам'кніння жість в свободному демократичній країні. І, на жалі, кэта кошта іще... Єштальт іще не закрыта, і кошта іще прайдіться платіць. Вось, калі так і пафосна, і одночасно, так скажім, з некімі пэлнымі зараз пасыла, то, що все павінна бізнічна. Тому, параунанні з Саєцким Саюзам тады виглядалі пірабільшінням, зараз мені падаюця таким... більш-меньш об'єктивно. Та і не тільки з Саєцким Союзом, та й з іншими... інші країни заходній Європи в 30-х годах, в 20-го стагалі. У мене все. Дякую. осмыслить. Антон, какие у нас еще вопросы в чате? Окей, я вот предлагаю вдогонку тогда сразу этот. После выступлений докладчиков осталось непонятным, осталось ли за 7 месяцев внутри Беларуси активное гражданское общество. Сложилось обратное впечатление. Я в Беларуси. Я в Беларуси. И скажем, первоважная большинство про Беларусь Центр весна, как и ранее працуют в Беларуси. Таму, да, конечно, осталось. Я вельне буду максимально весь час позбегать этого дуализма помещ теми, кто внутри краины и теми, кто вымушены было эмигровать, а не бачу Керского, ни в адным, ни в другим. И таму, конечно, ничего, это абсолютно зараз нам недопущальным выращать, кто лепший громадский дияч, кто горши, але великая колькость моих телефонных контактов и людей еще в Беларуси. Хотя, конечно, засмучаю, что зараз такие есть три категоры, кто еще в Беларуси, те, кто уже за Кратови, и те, кто уже уехали. Вот, скажем, такие три категоры людей в громадянской супольности. Да, да, я только... Поддержу Владимира и скажу, что мы живем все в 21 веке, живем во время, когда расстояние между Нью-Йорком и Минском измеряется скорее часовыми поясами, а не конкретными километрами. То есть тут вопрос только в том, чтобы синхронизироваться по времени разговора, по времени совместных действий. И отдельная, очень важная история, которая произошла в этом году, это то, что Беларусь стала полноценной глобальной нацией. Когда нас все время упрекали в том, что белорусская диаспора не существует, либо там белорусы быстро ассимилируются, перестают быть белорусами, оказалось, что 2020 год показал нам, что огромное количество людей, уехавших из страны, на самом деле никуда не уехали. Для них все так же болит то, что происходит в стране. И поэтому я абсолютно согласен с Владимиром, что это совершенно неправильная история делить на белорусов внутри Беларуси и вне Беларуси. Потому что есть действительно ситуация, когда если стоит выбор, либо ты идешь в тюрьму и там становишься политзаключенным, который в принципе это важный момент, то, что Беларусь нарушает права человека, это признает мировое сообщество, но ты перестаешь быть субъектом фактически, становишься объектом в руках властей, либо ты можешь находиться на удаленке, но работать для Беларуси. То есть для меня выбор был такой. Это я свое личное могу сказать. И большой респект тем, кто находит в себе мужество и возможность оставаться в Беларуси и находиться непосредственно в стране, учитывая все риски, которые это несет за собой. И в любом случае это все часть того гражданского общества, о котором здесь идет речь. И оно на самом деле стало гораздо более разнообразным, потому что пришли люди, которые раньше этим не занимались. Даже вот в моем родном Гомеле я знаю людей, которые стали заниматься помощью политзаключенным после всего, что произошло. То есть ответ такой, да, гражданское общество есть, и оно является гражданским обществом глобальной Беларуси. Я правильно поднимаю, Андрей, и скажу такий момент, что частым эмиграция, ну, правда, коли ты обираешь поменьше СИЗа и эмиграцией, то в эмиграции открываются такие новые границы для помощи усею грамадзянской супольности Беларусской, потому что престолники и престолницы возле этой супольности выходят на новые контакты и на новые организации. Они своим прикладом несут информацию про все тое, что отбывается, и таким чином только усмацняют беларускую супольность и поддержку вязням и не только вязням все из этой супольности. Поэтому часто это только новые горизонты. Я тоже добавлю, безусловно, не хочется, и никто не обесценивает то, что люди будут уехать, никто не уезжает у нас по своему желанию. Я, опять же, как человек, который только потерял физически солидинку, которая уехала по причинам безопасности в другую страну, но, опять же, оценивая последствия, это, конечно, влияет на гражданскую активность в стране. И, ну, это просто, мне кажется, очень важно осознавать, что это есть такой вызов, и как с ним тоже, опять же, бороться, и как же это можно использовать, что с этим делать, потому что, безусловно, ты эффективно сможешь работать тогда, когда поймешь последствия всех рисков, всех действий, которые предпринимаются, вот, поэтому согласна, что многие вынуждены уехать, и это повлияло на гражданскую активность, но мы изобретаем новые способы, у нас есть гибридные мероприятия и так далее, то есть мы все равно, говоря о том за себя, пытаемся продолжать что-то делать и реализовывать не только политическую повестку, условно, политическую ответ на политическую повестку, но и те темы, которые нам были важны до событий августа и так далее, продолжая работать с нашими жителями города, гражданами и так далее. Спасибо, я бы тоже хотел инклюзивный гибридный формат отметить, когда сейчас оффлайн мероприятием стало логичным хорошим тоном добавлять возможность зума, потому что кто-то уехал, а кто-то может идти дома, потому что маленький ребенок или инвалидность или еще что-нибудь, и мне кажется тоже такое, хоть и в плохих расстоятельствах, но такая повышенная инклюзивность это в общем очень даже и хорошая важная тенденция и хорошо, что может это и дальше будет продолжаться, но да, сейчас задумался, хотя когда мы формировали сегодняшнюю нашу дискуссию, я не думал про такой баланс равенства, но получилось, что у нас совершенно поровну и среди участников, среди модераторов, те, кто находится в Беларуси, и те, кто нужно находиться не в Беларуси, но как минимум это говорит о том, что да, внутри Беларуси точно тоже есть. Хорошо, Антон, что у нас по вопросам? Юлия Шакан подняла руку, предлагаю дать слово Юлии. Юлия, пожалуйста. Да, Юлия, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо большое. У меня вопрос к Владимиру. Вы упомянули политизацию гражданского общества, и те риски, которые она представляет для гражданского общества, и первый вопрос скорее уточняющий, под политизацией вы понимаете скорее верховую политизацию, это потому, что у самого правительства режима режим проводит политику выжженной земли относительно гражданского общества, либо такая низовая политизация, потому что сами акторы гражданского общества, перед ними стоит этический выбор, сотрудничать или нет с представителями госорганов, даже по тем вопросам, которые как бы менее политически окрашены, например, вопросы заботы, социально ущемленные категории или еще какие-то вопросы. И мой второй вопрос, насколько возможно в данном контексте сама деполитизация гражданского общества и той тематики, теми вопросами, которыми занимается гражданское общество. Спасибо. Да, я попробую отказать, уличу, что такая реакция нам тызу, яку я выказал. В первую очередь я лишу то, что и то, и другое. По-перше, обстоятельство, что все, на жаль, в ситуации, когда улады продукуют весь час наступ на гражданскую супольность, на правы и на свободы, все остальное, на жаль, перестало быть важным. И пытание, скажем, политичного режима и политичных свободы стало лёсов изначальным. То, мы оканулись в ситуации, когда стало фактично, на жаль, немогчимо займаться питаниями людей с инвалидностью, не упираючись политичный кризис. Немогчимо займаться питаниями разных групп ЛГБТК с супольностью, не выращивши питания политичного кризиса. Треба значить, например, то, что офис людей по справам с инвалидностью, организация, которая занималась правами людей с инвалидностью, находится под репрессиями, и один человек сидит за кратами, а другой сидит, керавник организации находится под хат немар , что организация на жаль, мы бачим ситуацию такую, что любая инча одиннадцать упирается в выход политичного кризиса. А это значит, что те люди, которые находятся в грамматском активизме, будут свои календар и свои планы, свои стратегичные планы, свои планы, календарные мероприемства будут затачивать под политичную повестку. И та межа, якая до жнивня 2020-го года была в Беларуси, а в том, что было однозначно бачно, что где находится политичная оппозиция и где находится грамматянская супольность, то эта межа, на жаль, она будет размываться, она будет возникать. И в той же момент, конечно, пытание этичное. Ведаюш шмат абсолютно неполитичных инициативов, которые работают со стартап рухом, которые имели запланованы кучу мероприемств с уладами, с бизнес-супольностью, шмат 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 на 2021-го год, а до всего это обновилось, миновито па этичных пытаний. Але эта ситуация я лишу кепска. Она объективная, я не уведаю, как ее изменить, але для грамматянской супольности я лишу этой ситуации кепска. Нам прыгдится заново створать грамматянскую супольность, миновито вертать ее во всех розностях, как она была абсолютно розна. Я с Дарьей згодна, потому что мы бачили весь час деградацию политичной оппозиции до поддержки 2020 года и фиаско политичных партий, как политичных актеров, тому это пытание будет так само выражено за то, что новых людей будет у политик. Вось, Калия не забыл все и сдолил отказать на все, что вы меня пытались. Хотя я сумею что-то мог упустить. Спасибо за твой комментарий. И сейчас поскольку Андрею Строжаку надо идти, я хотел бы тоже напоследок еще успеть дать ему слово Андрей. Да, коллеги, большое спасибо. Извиняюсь, что я не могу быть с вами до конца этой встречи, потому что очень плотный график, еще до девяти вечера очень много разных дел нужно успеть сделать, а я хотел позавтракать. И большое спасибо за возможность пообщаться с такой живой интересной аудиторией. Вижу, что 35 человек еще до сих пор но мы говорили достаточно много о чем. И напоследок наверное хотел бы сказать о том, что наша задача сейчас сохранить тот заряд и ту энергию, которая у нас сейчас есть, не бодрости и решительности, которые там передавал Кривоносов своим подопечным, а веры друг друга, нашей солидарности, готовности поддержать друг друга. И конечно есть большая проблема в том, что гражданское общество сейчас очень сильно политизируется, но это естественный ответ на естественные вызовы. Ясно, что это для нас будет достаточно серьезным испытанием для того, чтобы потом обратно перейти на эти мирные рельсы, но если проводить аналогию с военным временем, то тут то же самое получается, что настало время, когда просто людям приходится жить и существовать в тех условиях, которые есть, а эти условия это фактически необъявленная война против нашего гражданского общества со стороны де-факто властей. Вот, поэтому где бы мы ни были или в Беларуси или за рубежом или к сожалению за решеткой, все равно мы надеемся на то, что ситуация изменится к лучшему и делаем для этого все, что только можем. И меня очень радует то, что несмотря на все препятствия и трудности я вижу здесь тех людей, которые мне близки и дороги в том числе и находятся до сих пор в Беларуси и очень надеюсь на то, что контакт этот будет таким же прямым и будет возможность увидеть ваши лица и говорить с вами. потому что, к сожалению, многие из тех, с кем я работал сейчас уже за решеткой и этот контакт осложнен. Поэтому могу только сказать, что мы работаем дальше, не останавливаемся, побеждаем. Это процесс, к которому мы идем, к тому результату, который мы все вместе с вами запланировали. Новая, свободная, демократическая Беларусь, в которой найдется место каждому. Андрей, спасибо тебе, спасибо за твое участие в дискуссии, спасибо за всю работу, которую делаешь, иди завтракай, потому что надо нормально питаться и твое здраво еще очень сильно всему гражданскому обществу и сильно пригодится. Поэтому береги себя и в новой связи. И, несмотря на такое, конечно, после слов Андрея, очень-то кульминационно хочется все завершить, но у нас еще есть, насколько я понимаю, Антон, в чате вопросы. Давайте еще попробуем что-нибудь напоследок разобрать из нашей дискуссии. Да, я предлагаю следующий вопрос. Какая ситуация с адвокатами, есть ли возможности защиты? Ну, тут непонятно, есть ли возможности защиты адвокатов или есть ли у адвокатов возможности защиты? Мне кажется, что адвокатское сообщество это важно, но все-таки это не адвокатское сообщество, вcandoala это разное разное . Можно добавить? Можно добавить? Можно добавить в консультации и закрыть рот адвокатам. Можно добавить в консультации и закрыть рот адвокатам. Это интересное такое последствие. Если решать адвокатов лицензии, власть усиливает правозащитную деятельность, это, наверное, не то, на что власти рассчитывали таким образом. Я, кстати, действительно уже несколько раз во время нашей дискуссии задумался, в том числе о том, как Светлана Тихановская во время разных своих интервью говорила о том, что, возможно, когда политические вопросы будут решены, я самой тоже хотел бы заняться правозащитной деятельностью. Мне кажется, возможно, в будущем и символический вклад тоже очень для правозащитной деятельности будет важный и символичный. Окей, есть у нас еще вопросы, Антон, в чате или поднятые руки? Есть еще один вопрос. Огнешка Каневска, он такой большой, но я засчитаю, как он написан. Добрый день, у меня вопрос. Можно ли подвести итог оппозиционной деятельности белорусского общества в интернете? Какая ситуация сегодня в этой сфере? Мы уже слышали о действиях хакеров, видели, как люди мобилизовались с помощью ВПН. Есть ли шанс для белорусов бороться за свои права и против власти Лукашенко в интернете? В какой степени действия правительства в киберпространстве могут нанести вред обществу? Ну, это вопрос такой в сторону политики, опять-таки, больше. Возможно, наши сегодняшние спикеры могут рассказать, как они используют онлайн вообще, в принципе, в нынешних условиях. Это, наверное, интересно было бы послушать. Ну да, потому что я подумал, начали с того, как можно подвести итоги, но мне однозначно кажется, итоги-то точно еще подвести нельзя, потому что точно еще не итог. Но да, наверное, интернет стал очень важным, и в том числе в вопросах работы из вынужденной миграции. И насколько он помогает, позволяет решать проблемы или, может быть, ставит новые вызовы. Я не знаю, поскольку Андрей ушел, Даша, ты осталась из тех участников, которые за границей. Можешь поделиться твоим видением, как сейчас интернет, какую роль играет в работе ЗБС в целом. Ну тут, певно, одразу варто так обмежевать контекст того, что после всех этих политических репрессий, отличений и так далее, студентство было вымышлено з'ехать и протягивать учебу по всем свете. И велику ролью снова сыграли даяспоры, які просовывали компании и вельми многих университетов, вельми многих краинах, пачинаючи от Нью-Йорка и заканчиваючи украинскими университетами, готовы пропоновать учебу. Тому мы чисто физично, афлайн не можем працаваць. Тому онлайн, и это выклик безумно не с того пункту погляду, что, ой, онлайн, треба скамповать зум, альбо выращать на кончжицы, те ищение, что такое, а пытание безпеки, потому что, с одного боку, вельми хочется не как минимального нетворкингу и как люди включали камеру, но ля сынчего боку есть люди у Беларуси, которые просто в пытанях безпеки не могут гэта грабить, и тут такое працанно тоненького, так бы, мовить. И во всей гэта истории нас больше клапотить, хвалю, а пытание безпеки, калі вы бачили пресс-релиз, який падрихтаваў следчий комітет пра справу студэнтаў, то там якраз такі божза всё обвинаваўчай базы будуюцца вакол некай злітаў зум-конферэнцыў и фотосдымка зум-конферэнцыў студэнтаў, студэнток с Тан Цихановской. Таму мы працюема в анлайне пастаянна, што датычна, там, калі было пытанне пра яксу працтаяць хэйтерам, бо там і гэта далі, гэта безумовна выклик дэльмі велікі, а ля нами было прынята рішэння, што мы сваю дзеяднастю і сваім контэнтам якасным і експертным всю гэту простору, сваю нишу намагаўся закрыць. Таму, напэвна, пасне як так. Дзякуй. Стасія, лаць, може што-то хочыцца дабавіць таже по інтернету. Могу добавить про інтернет, що в целом в регіонах, условно говоря, був такий вызов, коли тільки случилась ще пандемія, якщо відкатитися час назад, баги люди про те, що, каже, просто скучай зум і так далі, не знали, не уміли, не понимали, як і зачем це, і був большой вызов, щоб вообще людям эти нові знання і навыки дать, щоб продолжати с ними роботи в безпасному полі. І второй такой большой вопрос, наверное, сейчас, що очень многие устали от онлайна, все хотят в офлайн, і на многих мероприятиях, які проходят в онлайн, каже, да, це така невероятна возможность регіонам использовать те ресурсы, які рані були доступны тільки там в Минскі или в таких более крупних центрах. Но у людей настільки эта усталость, що все хотят именно офлайн-активності, офлайн-мероприятий, і більше откликаються на них. І тут, якщо кратенько прокомментирують, що відбувається в регіонах. Дякую. Якщо ще власть, що добавить, чи будемо тоді скачуватися? Ні-ні, це все не моя тема, і одне віду, що я вкруху умею інперстатися інтернетом. І це добре, що вкруху умею, тому ми можем владити цю конференцію. Антон, є ли у нас ще випроси в чаті чи підняті руки? Окей, є тільки один футурологічний вопрос остался. Футурологічний вопрос? Задавайте його. Як ви видите ситуацію в ближайшем будущем, например, 25 марта? Слушай, ну, я думаю, на посту нас как раз остається, если ориентироваться на наш двухчасовий лимит, как раз остається три минуты. Поэтому можем как раз завершить футурологічний нашу дискуссию прогнозами на будущее. Ну, і не только 25 марта, я би сказав, наверное, може быть, на ближайшее будущее для гражданского общества. І яким образом все нас ждет, і з чим ми вообще входимо в весну 2021 года. Тоже можемо в любому порядку. Ну, я могу кратенько тоже сказать, що к 25-му числу йода готовиться как, а не просто всех-всех людей, которые могут что-то организовать или выйти, изначально ставить такие условия, чтобы у них не було такой возможности физической или какой-то другой. Ну, а если там делать какие-то уже прогнозы на будущее, то есть я уже про это говорила, я рассчитываю тут уже на лучшее, про то, что наше общество изменилось, мы уже не будем соглашаться с тем, что есть, и я вижу в этом позитивный эффект. Спасибо. Владь, Даша? Я не веду, да, Таша, про ваште перевью. Мне здається, тут таким отказом будешь, что да, у гэту весну мы выходим с венчеванием правоборончих от центра весна с народзенами ближайшими. Безумовно, разум сказать, с некой верой у то, что все изменится. Но пэлна от студентства могу сказать, что это будут изношу же новые-новые выклики. Я не скажу, что мы до их не готовы, мы оценили, адрефлексовали и готовы до новых падеев. Дякую. Як мы уже ведаем, не ведая, а лето не менш, и кие думки. Да, я не ведаю, что вы 25-го века. Саправды у нас, дякую, Дарья, в гэтам годзе 25 год организации. Мы вельмі спадзеемся, што мы ешэс долям яго цвяткаваць. А ле, скажем, на ближайший час мой прогноз достатково трывожный, бо я лещу той, што докладно в 2021-м годзе нам прядзеся шепрасти празвізгатый шлях и репрэссиў, и пераследу, и тиску на любую громадскую актыўнасть. Тому, скажем, ничего хорошего в этом годзе я нам ожидать не могу. Дякую. Мы выяснили, что в 2021-м году нас ждет день рождения весны, и ничего хорошего. Будем надеяться, что как-то вот такой дуализм, и ничего хорошего, но в то же время что-то совсем неплохое будут как-то соединяться. И государственное общество как минимум в 2021-м год успешно проживет, и как минимум в 2022-м году все будем в свободе и сможем делать дискуссии, это уже будет неплохо. Ну и, возможно, мы сможем обсудить и те успехи, и те новые достижения, которые силами всех наших сегодняшних участников, и тех остальных мы сможем увидеть сделанные в 2021-м году в Беларуси. Поэтому будем завершать. Спасибо всем за нашу сегодняшнюю дискуссию. Мне кажется, мы очень все продуктивно обсудили, и тот дуалистичный характер темы, который был еще на этапе ее формулировки, мне кажется, очень успешно сегодня сохранился, и на протяжении всей дискуссии звучало и много очень оптимистичных новостей, и в то же время много сложностей и вызовов. Поэтому успехов всем в том, как с этим справляться, и до новых встреч. Спасибо. До побочения. Всем всего на лепсего. До побочения. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера.